Я думаю, что это безопасно. Вы видели, что это? Это мотоцикл. Это мотоцикл. Это мотоцикл. Это очень быстро. Я не могу. Я не могу. Прямо сейчас вы видите сцену, как мы, русские, пытаемся договориться с китайцами по поводу того, чтобы снять именно вот эту машину 1.8, которая едет прямо из Китая, друзья, в Лондон. Примерно 18 тысяч километров должны проехать. И мы хотим ее просто снять. Ну, собственно, они хотя бы ее оставили открытой. Поэтому мы можем посмотреть, как выглядит Geely Atlas. Рестайлинговый внутри. В принципе, вот, посмотрите, другая уже мультимедиа здесь пошла. Ну-ка мы попробуем, что-нибудь получится. Нет, не получится. Экранчик вовсю с сенсорными кнопульками. Хорошо это или плохо судить вам. Ну и посмотрите, какая кожа. То есть другие добавились. Цвета обивок, коричневый цвет. Интересно выглядит внутри, по крайней мере, круто. Еще здесь есть активный круиз-контроль. Который, 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 в принципе, управляет все теми же кнопочками. Ну и снаружи, как вы видите, помимо наклеек, что вот вызов просто покорился, вы можете увидеть рестайлинговые фары. Которые, я думаю, что очень даже можно заказать где-нибудь в Китае на Алиэкспрессе и поставить в свой Atlas. Несмотря на то, что, возможно, у нас даже такой морды и не будет, и самого рестайлинга. Но фары, как минимум, точно могут к вам приехать. Ну и бампер. Бампер прям вот, вот, вот как будто бы немножко вольфа. Да, здесь есть активный круиз-контроль, потому что по-любому вот этот радар, он за него и отвечает с мухами. А находимся мы, вы просто не поверите, где на самом деле. То есть, где я могу делать обзор на китайский автомобиль? Мало того, что в Германии, так еще и вот там вот, вот, вот среди деревьев видна красненькая надпись. Мы находимся в Нюрбург-Ринге. Понимаете? На Нюрбург-Ринге. Прямо рядом с трассой, эта парковка, все люди приехали, чтобы посмотреть на спортивные автомобили. Вот самое-то интересное, что вот этот двигатель именно к нам приедет. Машина вся, целиком, рестайлинг под вопросом. А двигатель у нас будет, причем совсем скоро. Двигатель 1.8, и мы не можем его потестить. Понимаете? Вот в чем главная проблема. То есть, не то, что я там что-то бы хотел сильно, но это же интересно. А еще самый главный прикол, да, вот он Turbo GDI, тут все дела. Выглядит-то так же под капотом, тоже все закрыто, как в белорусских моделях с двигателем 2.4. Поэтому никаких тут прикрас, но просто он Turbo GDI, понимаете? Ну и крышечку можно попробовать снять. Да, я думаю, мы снимем. Правда, защита остается. Поэтому, ладно, оденем обратно. Походу, ее уже снимали, и снимали так себе, прямо скажем, не очень хорошо. Тонированные фары, задние фонари, ну вот вряд ли. С задними фонарями такая, мне кажется, техника не нужна, в принципе. Тактика заказа с Алиэкспресс, потому что они всего лишь чуть более тонированные. В них даже вот эти светодиодики, ну их менее видно, да. Здесь это выглядит так, ну, старо уже. Но, как минимум, светодиодики, ну нет, они, блин, такие же. Да такие же, такие же, только тонированные. Ну и задний бампер, как видите, этот выглядит по-другому чуть-чуть, слегка. Слегка. Все остальное то же самое. Что бы исключить доступ на ручках дверей, что интерьер, по сути, ничем не отличается, кроме дисплея и кожи. Такие дела. С каким трудом это все дается, вы посмотрите, мы преодолеваем буквально все препятствия, которые нам строят китайцы. Господи, подушечка какие-то, электропривет, руль, погнали. Как все заляпано, они даже не протерлись тебе стекло, и мы так норм, понимаете. Наша главная задача, я думаю, это вам интереснее всего, посмотреть на динамику версии с 1.8 turbo. Насколько быстро она разгоняется, потому что это, ну, чувствуется, что то самое, чего не хватает нынешнему Atlas. Спутники пойманы, погнали. Ой, какая-то долгая задержка. Давай, Atlas, ты можешь. 65,6 с горкой, 10,9. А давай, Миша, остановимся, я предлагаю, у нас был включен кондиционер. Да, сейчас давай выключим и кондей выключим, и стартанем с двух педалей, добьем им тачку. А у них приоритет, приоритет педали тормоза. Это прикольно, это Volvo им сто пудов подсказало. Я нажимаю на газ, ничего не происходит, друзья. Вот он, турбоподхват чувствуется. Ооо, ну, это хорошо едет тачка. Мы наберем сотню до... как раз 10,6. Ну, это, я думаю, максимально возможно. 10,6. Ну, нормальная динамика. Самый ответственный момент. У нас что-то проблемы с картой, и я не уверен, что я показал вам разгон, поэтому мы едем сейчас еще раз на эту же более-менее прямой участок дороги. Вот сюда, я думаю. Так, буду показывать вам так, чтобы было видно все. Погнали! Думаю, это будет лучший старт. Она подостыла немножко и разгоняется так, что... Мама, не горюй! Давай! 9,8. Мы уже выехали из 10. Отлично! Вот впервые у нее не было... наконец-то у нее не было вот этого пробуксовки какой-то задержки на старте. Прямо она сразу вот поехала. То есть коробка сомкнула. Нормально. А до этого как будто мы ее немножко... что-то ей непонятное делали. То есть то ли она сменила алгоритм, то ли чуть подостыла. Есть такое предположение. В общем, все. Тогда едем на разворот. 9,8. Лучший результат. Уже точно. Совершенно. Макларен, покажи. Макларен к чертям. У нас тут, между прочим, 1,8 турбо на Атласе. Так что, что они? Макларен, что ли, не видели? Да. В общем, ждем этот двигатель, конечно же, в России. Это, я думаю, прорыв будет. Сколько будет стоить? Ну, можете пока порассуждать, насколько может быть Атлас дороже вот в такой комплектации. Вот такой вот спонтанный и необычный тест-драйв Geely Atlas 1.8 турбо у нас получился. Такой немножко шпионский. Ты никогда не знаешь, чего можно ожидать от китайцев. Но, тем не менее, друзья. Вот теперь вы знаете секунды разгона Geely Atlas и его примерную динамику. Совершенно точно он у нас будет в России. Ну, а пока смотрите, что есть у нас в России. Двигатель 2.4, Geely Atlas, полный фарш, который мы собираемся сравнить сразу с двумя корейцами. Один из них, это один из лидеров продаж, Kia Sportage, в клевом, кстати говоря, цвете. Я такой, ну, у них очень редко видел. Видимо, его не так часто покупают. Но, тем не менее, 2 литра, автомат, все дела, достаточно доступные и популярные автомобили. А еще у нас, как вы помните, есть Hyundai Creta, которая спрятана в том гараже. Поэтому мы сравним его сразу с двумя корейцами, чтобы понять все-таки эту разницу. Насколько же круты стали китайцы? Или не стали? Совсем скоро на основном канале.